Никите Баранову всего 7 лет, но в его жизни уже нашлось место подвигу. Он не испугался и не запаниковал, когда вытаскивал из полутораметровой ямы, заполненной водой, соседского малыша. Дима этот за какой-то бумажки хотел взять? Вот, а ветер этот, бумажка улетела, а Дима этот упал, потом Дима этот хотел взяться за глину, потом я его увидел, дал ему руку и вытащил. У многих еще осталась в памяти гибель детей в Ашите, когда те утонули в этом котловане. К счастью, на этот раз поблизости оказался такой вот по-настоящему смелый мальчик. Родители спасенного до сих пор в шоке, а вот яму так никто и не закопал. Закопают это, порядок наведут, как бы мы надеялись на это. И как бы никто не приехал, не закопал. Вот эти такие ямы стоят полной водой. Этот случай не стал единичным. Дети тонут, конечно, не каждый раз по макушку, но по пояс чуть ли не ежедневно. Да, провалился. Даже сапог вот там оставил, пришел в носках домой. Но осенью, вот весной тут вообще невозможно. Кемень, хоть глаза выкали. Начало долгожданной газификации принесло ташкиновцам пока только беды. Газом здесь так и не пахнет. Зато второй год непролазные топи при полном отсутствии уличного освещения. Кажется, все давно забыли, для чего копали. А на вопрос, будет ли зимой газ или снова покупать дрова, начальник отдела по работе с территориями отшутился. Сегодня, да, приехал к нам Сафин. Мы те же вопросы, которые задавали осенью, те же вопросы задали. Но так же, как и осенью, не получили ни одного конкретного ответа, ни на один вопрос. На некоторые наши вопросы даже отшучивались, вот как бы сравнили даже с щукчами. Как щукча запасается, готов ко всему, так и вы будьте. Шутка чиновника получилась своеобразной. Если кому-то и смешно, то только не ташкиновцам, которые уже сдали с каждого дома по 20 тысяч на газификацию. А строители последний раз были здесь зимой. 3 января, когда все отдыхали, 3 января они приехали, один трактор начал оттуда все это копать. Вот это он все раскопал, получается. Всю зиму вот туда снег забивался, опять у нас там дети лазили. Ребятишек сколько говорили, не лазите, выходите оттуда. Получается, потом резко приехали и начали они закапывать. Вон там они закопали, а вот тут вот так и стояло. Заказчиком-застройщиком газификации села выступил Газсервис, а генеральным подрядчиком ферма ООО «ДИФ», контракт с которым правительство республики заключило еще в мае прошлого года. Осенью по просьбе жителей мы уже были на месте прокладки газовых сетей, окопы, мостки и разбитая дорога. С того времени ничего не изменилось. Судить можете сами. Разница только в том, что траншеи тогда были пусты, а сейчас в них вода. Официальных комментариев от официальных лиц мы так и не дождались. Ферма «ДИС», которая располагалась в этом здании, съехала отсюда, не оставив адреса. А из Газсервиса прислали бумажку, официальную, в которой обозначили, что именно они отвечают за контроль над подрядчиками. Но встретиться с нами и объяснить, почему не контролируют, так и не смогли. В общем, в этой истории самым смелым оказался 7-летний мальчик Никита, который спас малыша из ямы, выкопанной взрослыми. Лилия Гарифульна, Ильшат Исламов. Время новостей.